Пациент Айва с небесно согласилась нам помочь. Я спрашиваю про жалобы, какие жалобы есть, что нету сил, сдувается живот. И вот Айва пришла, жалобы такие, и в то же время есть боли в суставах, болят колени. И мы видим, что есть такая проблема, что все мышцы, которые связаны с кишечником или желудочно-кишечным трактом, имеют отношение и прикрепляются в области колен. Я тестирую, если видно, я с этой стороны. Сначала сзади, тестирую дельтовидную мышцу. Плечо не болит, нет? Руку толкаете наверх. Идет ослабление, вы видите, давите, давите сильнее. То есть идет ослабление с правой стороны. Левая мышца находится в состоянии нормотонуса, то есть она реагирует на сближение, а с правой стороны мышца уже исходно слабая. То есть плечо не болит, но если время пройдет, то со временем оно может болеть и беспокоить больше. То есть мы осматриваем, поскольку я уже знаком с пациентом, поэтому я буду сокращать поиск. Следующий момент, который я буду тестировать, это... Я буду тестировать мышцы, ассоциированные с желудочно-кишечным трактом. То есть у нас есть слабая дельтовидная мышца, полкаете к животу. И есть слабость прямой мышцы бедра. С правой стороны это более напряженная мышца, то есть она в состоянии гипертонуса. С левой стороны слабая мышца. Вы видите, очень разнообразная клиника. Мы можем проверить состояние мышц желудка. Двухсторонняя мышечная слабость. Желудок слабый. Здесь можно посмотреть, что есть слабость и в области бицепса, то есть слабый бицепс. Прошу не придираться к тестированию. То есть здесь очевидная слабость, и мне не нужно предлагать большое количество усилий, чтобы выявить эту слабость. И теперь у нас есть двусторонняя мышечная. Тестируем тензор фасции лата. Слева слабо. Справа гипертонус. Я пользуюсь методом ослабления, сближения мышечных волокон, чтобы выявить реакцию мышцы. То есть мышца никак не реагирует. Если я... Все о чем разговор, что если я буду трогать эту зону, посмотрите, поверните лицо, чтобы было видно, что это больно. Ай-яй-яй. Если же пациент кладет руку на желудок, становится все терпимо. Если мы кладем руку на легкое, то есть все заинтересованные органы, все тоже меняется. Если мы кладем руку на печень, я вам скажу, почему на печень, тоже все меняется. И я долгое время не обращал внимания, айва уже давно ходит, что у нее есть металлические амальгамовые пломбы. И мы рот вас показывать не будем, вы просто через щеку поставьте, и мы увидим, что все мышечные слабости, которые мы нашли, гипертонус, они исчезают. Справа мышца была, слева была слабая, она становится нормантоничной. Вы видите, что с правой стороны нету воли, то есть такая получается иерархия, что у нас есть источник интоксикации, который воздействует на все органы и системы. То есть если мы поможем, не будем, как бы не загнетнем эту цепь, но поможем печени справляться с этой зоной, то мышцы тоже будут в хорошем состоянии. То есть организм найдет ресурс для восстановления всех своих мышц, которые задействованы в этой зоне. Если уберем, то есть печень перестает работать, она сейчас находится в состоянии истощения, и это все сразу начинает отражаться на всем состоянии организма. Еще раз обращаю внимание, если мышца в гипертонусе, болезненность будет в центре мышцы. Ну, немножко в местах прикрепления тоже чувствительно. Если же мышца гипотоничная, то есть гипореактивная, вы видите, здесь скорее по лампасу, здесь находится нейролифатическая точка, поэтому она может быть чувствительной. Но основная боли будет в местах прикрепления. Вы видите, пациентка морщится, когда я нажимаю, где заканчивается тензорфасция ладон. То же самое мы имеем, когда мышца, связанная с желудком, слабость, но если я буду пальпировать область мышцы, то под ней находится малая грудная мышца, которая тоже дает боль. Если пациентка ставит палец на пломбу, мышца усиливается и боль проходит. То есть мне не обязательно даже тестировать мышцы, я ищу несколько подтверждений, чтобы убедить себя и пациента, что несколькими способами ищу подтверждения. И вы видите, что и легкое, и желудок, и все между собой связано. Теперь что делать? То есть как мне подобрать лечение? У меня есть гомеоматические назоды, сделанные в Германии в Бунхене, которые содержат назоды амальгамы. То есть я просто кладу на тело, происходит взаимодействие под влиянием света, взаимодействие рецепторов нашего тела с электромагнитным полем, который образуется от контакта ампулы со светом. Посмотрите, что происходит. То есть мы вышли на причину, то есть минус на минус, получился плюс. Все мышцы, я не буду все тестировать, но вы увидите, становятся сильными, боль уменьшается. То есть мы вышли на причину, из-за чего это. Значит, второй вариант. То есть мы поняли, что это начинается отсюда. Потом следующий момент, что у нас, почему это все возникло. Другой вариант, мы можем улучшить состояние печени и помочь выводить токсины. То есть здесь два варианта. Я могу сыпать на язык, на кожу, или же использовать магнит, один из пульсов магнита для того, чтобы вызвать ответную реакцию. То есть мы таким образом информируем организм, что есть вещество, не электромагнитная какая-то копия, которая создает, а есть вещество. И вот эту информацию о веществе мы получаем с помощью магнитного поля. Я прошу вас не использовать магнит как терапевтическую локализацию. То есть если я положу магнит на желудок просто, то все мышцы тоже усилятся, поскольку проблема там. Поэтому надо смещать другую зону. Помните, что магнит нельзя использовать, если у нас пациент с электростимулятором ходит. Видите, что здесь идет ослабление. То есть я могу использовать зону, которая вне кишечника, для того, чтобы, и легких, для того, чтобы подтвердить. Ну вот я могу использовать нижнюю часть. То есть я здесь использую, то есть первый момент у нас был амальгама, аназот амальгамы. Второе, то, что помогает печени выводить. Это куркума и коэнзим Q10. Это воздействие на одиннен из фазы детоксикации печени. Таким образом, у нас несколько есть уже стратегии лечения. Что есть амальгама, ее надо упирать, надо помогать печени. Но и самое главное, почему вот это все возникло. Не сама же амальгама вызывает это отравление организма напрямую. Но это вызывается тем, что у нас есть паразитарная инфекция. То есть это боль в плече. Она сейчас неявная, но это идет ослабление. То есть я сейчас тестирую общий тест. То есть это просто удобнее из этого положения. Но я стараюсь всегда разделить одну, все три зоны дельтовидной мышцы, для того, чтобы они могут реагировать по-разному. Ну вот сейчас мы использовали группу флексоров, которые связаны с легкими. И это слабость. И я еще не перехожу на ту сторону, чтобы не загораживать его. И пациент ставит на живот, ставит на легкое. И происходит усиление этой мышцы, которая подтверждает, что легкое, кишечник между собой связан. Вот так почему же возникла паразитарная инфекция? Как я вам говорил, что амальгама в микродозах может попадать в желудок, блокировать ферменты. И таким образом разрушается защитная функция организма. И белки в виде паразитов проскальпуют без остановок. То есть происходит... Амальгама устраняет барьер на пути паразитарной или всякой другой инфекции. И как я это могу убедиться? Я беру... Здесь у меня антипаразитарный набор, где известны нам все лекарства. То есть они в фирменных названиях. Но вот мебендазол, например, то есть который является вермоксом, действующей частью вещества вермокса. Я его тоже ставлю под магнит. Я могу насыпать на язык пациента. Лучше не надо. То есть это горький порошок. Но поэтому на днях прочитал, что какая-то в интернете была выдержка из каких-то методических рекомендаций преподавных кинезиологов. Вы говорите, можете разместить на языке вещество и токсическое вещество на языке. Но с этим нельзя согласиться. То есть токсический язык... На язык токсины не надо. Наносите яды. Поэтому вот этот способ использования магнита позволяет нам избежать вот этих неприятных ощущений. И вот смотрите. Все мышцы, которые были слабые, при использовании противопаразитарного средства восстанавливаются. Боль проходит. И все мышцы, которые были слабые, становятся нормотоничными. Идет нормотоничность мышц. Вы помните, в самом начале у нас были такие... Кюин. Продолжение следует...